Взяли с поличным и заместителя главы администрации рабочего поселка Краснообск. Силовики областного управления ФСБ появились как раз в момент получения Евгением Коржовым незаконного денежного вознаграждения. У нас есть оперативное видео этого задержания. 150 тысяч рублей. Столько обнаружили силовики у Евгения Коржова при задержании. Деньги ему предположительно передал индивидуальный предприниматель за покровительство при получении заказов по благоустройству Краснообска в системе ЖКХ. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причем в нем два эпизода. Пару лет назад фигурант по такой же схеме помог еще одному подрядчику. Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации по социальным вопросам одного из поселков Новосибирского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом В чести 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение должностным лицом взятки в крупном размере. Кстати, на своем посту Коржов отвечал за молодежную политику, реализацию муниципальных целевых программ, а также противодействие коррупции. Однако, видимо, чиновник плохо усвоил матчасть по получению взяток и попался с поличным. Спустя сутки после задержания его под конвоем в наручниках доставили в Центральный районный суд Новосибирска. Несмотря на ходатайство адвоката о домашнем аресте, фигуранту избрали более суровую меру пресечения. Суд постановил избирать в отношении обвинения Коржова в день 9 июля 1982 года рождения уроженца города Перск. Ждание на меру пресечения в виде заключения по стражу сроком на 2 месяца на 1 суток, то есть до 2 июля 2024 года. На время следствия Коржова отправили в СИЗО. Если вина чиновника по совместительству борца с коррупцией будет доказана, то его могут лишить свободы на срок до 12 лет, а также заставить выплатить крупный штраф. Продолжение следует... Продолжение следует...